Прошел очередной саммит глав государств, входящих в шанхайскую организацию сотрудничества. Подписано сразу 25 документов. Президент России в течение двухдневного визита в Астану провел шесть двусторонних встреч со своими зарубежными коллегами. И вот уж точно было с кем, поскольку кроме глав государств 10 стран, входящих в состав объединения, в Казахстан прибыли и руководители Монголии, как страны-наблюдатели, Азербайджана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Какое количество двусторонних встреч было проведено в гостеприимной Астане между всеми остальными участниками саммита, не всякий МИД сумеет подсчитать. Чтобы понять, по какой такой причине мне так интересен этот саммит, предлагаю двигаться пошагово. Для начала припомним, какие государства входят в ШОС, не по алфавиту, а по географической карте. Карта-схема взята с официального сайта ШОС, такого же невзрачного качества, как и весь этот сайт, на котором невозможно найти ни документы, ни последнюю информацию. Но, с другой стороны, данная схема весьма наглядна. ШОС – это две трети с лишним могучего материка Евразия, на котором Европа обозначена по достоинству – серое пятно на северо-западе, не представляющее никакого интереса. Во всяком случае, мне хочется думать, что это именно так. Рецессия, депрессия, падающие объемы реального производства, снижение потребления электроэнергии и, соответственно, всех первичных энергоресурсов вкупе с нефтепродуктами. Это уже не говоря о том, что страны в этом сером углу вороваты, понятия не имеющие о том, что такое соблюдение договоров, и даже о том, что такое частная собственность, они имеют самое отдаленное понимание. Удешает только то, что обитатели этого серого угла по собственной инициативе и с небывалым энтузиазмом строят забор, дабы не покусать нас, сторонних зрителей и наблюдателей. Это дает надежду, что когда-нибудь, да начнется процесс избавления наших с вами голов от насильно вбитого в них европоцентризма. У нас это давно началось, со времен Петра I так уж точно. Никого не хочу обижать, потому на собственном примере. Со школьной парты что-то ведь помню. Древняя, понимаешь, Греция с ее городами-полюсами, потом Древний Рим, а дальше Столетняя и прочие войны и так далее. Вроде как дураком себя называть причины нет, но порой такое обнаруживаешь – остатки волос дыбом. Помните про международный транзитный коридор с северо-юг и то, что западный маршрут ждет завершения строительства железной дороги на территории Ирана на участке решет Астара? Вот чисто из любопытства поискало историю городка под названием Астара, разделенного около века тому назад государственной границы СССР и Ирана, а теперь границы того же Ирана и Азербайджана. Время возникновения Астары – 6 тысяч лет назад. Наше знание о государствах на показанной схеме описывается словом «мизер». Это просто факт, с которым мы вполне спокойно живем. Интерес к Европе огромен. Для этого достаточно пролистать наши федеральные СМИ или глянуть в телевизоры. Надеюсь, сообщение о коллективном Олафе Джозефовиче фон дер Макром «Одна новость с юга или востока». На пять зрителей выпусков «Геоэнергетики про коллективный Запад» один из зрителей роликов, посвященных России и ее отношениям с южными и восточными соседями. К сожалению, многие, очень многие из нас уже слабо помнят географию наших соседей, слабо понимают, каков реальный уровень их развития. Зато все больше криков и озлобленности, в основу которых пытаются впихнуть исторические обиды многовековой давности. Тем более, что еще и масса блогеров кинулась расковыривать болячку неконтролируемой трудовой миграции. Вот только сосредотачиваясь исключительно на том, что вытворяют пресловутые ценные специалисты, мы норовим не понимать, что проблем не только в них. Корень злавить в нашем собственном законодательстве. Пригласил, поставил к станку или на строительное леса, кинул с зарплатой. Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. На выходе человек без денег, озлобленный на всех и вся, которому и домой-то толком вернуться не на что со всеми отсюда вытекающими. Но имена и лица мигрантов, нарушающих закон, это пожалуйста. А вот компании имена их владельцев, которые их сюда пригласили сотнями тысяч, это не ни. Это уж ого-го, какие уважаемые люди. И еще одна прописная истина. Чем больше работало людей дома, на родине, тем меньше склонность к перемене мест. И это одна из причин, по которым верна китайская мудрость. Выгоднее жить рядом с богатыми соседями. Есть и еще одна, не менее очевидная. Действия коллективного Запада дают два результата. Россия все меньше представлена на привычном, таком платежеспособном европейском рынке. При этом сам этот рынок скукоживается, что та шагреневая кожа. Развиваться в режиме автарки у нас не получится до той поры, пока власть наша не рискнет озвучить очевидный, как мне кажется, лозунг. Русские всего мира вынуждены дома. У нас сотни тысяч рабочих мест и готовность вернуть всех своих блудных сыновей и дочерей. 145 миллионов человек – это физически мало для того, чтобы развиваться только за счет внутреннего рынка. Нет у нас возможности закрыть границы на замок и выполнять хотелки из разряда «чем газ за границу продавать, газифицировать всю Россию от моря до моря и при этом не вздумайте цены поднимать». Или крестик, или трусики. А на елку залезть, чтобы рыбку съесть. Это только сказки про Емелю. Если мы действительно хотим добиться собственного развития, нам, в числе прочего, нужны новые платежеспособные рынки. А их в мире, в общем-то, и нет. Так что впереди игра в долгую. Поиски выгодных нам проектов, которые при реализации обеспечивают рост уровня жизни как у нас в России, так и в странных партнерах. Такая вот впереди трудовая деятельность. А дальше еще одно простое соображение. Развитие экономики с ростом платежеспособности населения в наше время возможно только при развитии энергетики, как основы нашей технологической цивилизации. Но обеспечивать соседей только первичными энергетическими ресурсами мы вынуждены будем переводить отношения с ними на уровень «купи-продай». И как только найдутся умельцы, которые предложат те же ресурсы со скидкой, отношения закончатся. Страны Евросоюза не зависли от России во всем, что касается конечных этапов переработки нефти, природного газа и угля. Причем не только в качестве энергетических ресурсов, но и в таких отраслях, как газа и нефтехимия. Да, собственность наших энергетических компаний в Европе имелась, причем в денежном выражении весьма крупная. Магистральные газопроводы и подземные хранилища газа, нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» и «Лукоила», завод «Удобрения» в Литве у Еврахима. Но ключевое слово «имелось» – глагол в прошедшем времени. Выводы из произошедшего в отношениях России и Евросоюза могут и должны быть самые разные. Вам об этом любой политолог и военный аналитик скажет, но я точно не скажу, поскольку я не тот и не другой. Россия для Европы была подсовщиком энергетических ресурсов. Россия для Европы была крупным потребителем всевозможных углеводородных технологий, добывающих и перерабатывающих. А поставляемые Россией первичные энергетические продукты Европа перерабатывала самостоятельно, не имея по ним от нас никакой зависимости. Исключение есть, но единственное – атомная технология. Но это отдельная тема для разговора. И вывод из этого, на мой взгляд, может быть только один. Если мы и на новых рынках будем оставаться только и исключительно поставщиками первичных энергетических ресурсов, риск того, что ситуация повторится, ликвидировать невозможно. Я очень надеюсь, что число тех, кто безъязвительной успешки способен произносить благоглупость дружеские России и страны, в последние годы стремится к нулю. Нет таковых. Нет и быть не может. У каждой страны есть свои собственные экономические интересы. На мировой арене главенствует ровно один принцип – государство – государству волк. В культурной и научной сфере, не знаю, может быть, дружеские отношения и возможны. В экономической плоскости возможна только конкуренция, исключить которую можно только за счет меркантильно просчитанных взаимовыгодных проектов. Есть и возможность еще одного маневра, который опять же демонстрирует Росатом. Превосходство наших отечественных атомных технологий настолько колоссально, что и сейчас, через 10 лет после появления первых антироссийских санкций, коллективный Запад не находит возможности вводить рестрикции против нашей государственной атомной корпорации. Рафаэл Лагроси, генеральный директор МАГАТЭ, при всем нашем скепсисе к нему после коллизии вокруг Запорожской атомной электросанции, сжет напалмом. Попытки отказаться от сотрудничества с Росатомом приведут к тотальному торможению всей мировой атомной энергетики. Не вижу повода скромничать. Да, наш отечественный атомный проект не наглого на два корпуса обогнал любых конкурентов. Даже если научные и конструкторские дивизионы Росатома в полном составе залягут на печку, догонять его будут лет так 10-15. Здорово, что скрывать-то? Хорошо, но мало. Доля атомной генерации в общем энергобалансе планеты сегодня около 10%. Причин для этого много. Есть лежащие на поверхности. Стоимость и время строительства атомных энергоблоков, но не они главные. Как бы это ни казалось удивительным. Атомная энергетика на сегодня – пик развития энергетических технологий. А на пик нужно уметь взобраться. Самое важное, самое главное в любом высокотехнологичном проекте – люди, профессионалы. Они не появляются сами по себе. Для создания технологической и научной элиты требуются десятки лет упорной, осмысленной плановой работы всех государственных механизмов. И даже если уровень развития достигнут, нельзя забывать житейскую мудрость. Расслабишься – изнасилуют. 30 с лишним лет длилась атомная пауза в Штатах и во Франции. И все. О большой атомной тройке в составе США, СССР и Франции мы сейчас можем только вспоминать. Президент Штатов с гордостью, оповещающий о том, что его могучая держава всего за год сумела обогатить целых 200 фунтов урана – это, простите, смешно и жалко. Так, развивать и дальше отечественную атомную школу, подтягивать уровень стран-новичков важно, нужно, необходимо. И я искренне рад, что в руководстве Росатома никто от этого не намерен отступаться. С этой точки зрения важны не только сугубо экономические успехи корпорации, но и то, что Росатом шаг за шагом увеличивает сферу технологического влияния России. В 21 веке на его счету стран-новички – Иран, Белоруссия, Турция, Бангладеш, Египет. Теперь вот и Узбекистан, и, в общем-то, еще и Венгрия. Венгрия – меркантильная, расчетливая страна, заботящаяся о собственных интересах. Такое впечатление, что она отказалась от эмоций в системе государственного управления напрочь. Советско-российские атомные технологии проверяются на ее территории без малого полсотни лет. Аварий нет, отказов нет, себестоимость генерации ниже, чем на возобновляемых ресурсах. Венгерские специалисты никогда контакт с нашими не теряли. Росатом предлагает абсолютно полный комплект технологий. Выгодно? Да. Есть более адекватные предложения на мировом рынке? Нет. Все, выбор сделан. Российская атомная энергетика шагает по планете. Шаги ее звучат гулко, но поступь стремительной стать не может по определению. А проблемы в энергетике у стран, входящих в состав ШОС, как и у стран-наблюдателей и у стран-партнеров по диалогу, есть уже сейчас. И решать их необходимо оперативно. Помощь в возможных решениях России выгодна, опять же, по нескольким причинам. Раз. Газовый, угольный и нефтяной рынок Европы для нас можно считать закрытым. Аналоги в этих отраслях составляют немалую часть доходов нашего государственного бюджета. Если сотрудничество со странами ШОС позволит нарастить объемы экспорта того и другого, Россия в выигрыше. Два. Если мы не только поставляем первичные энергетические ресурсы, но и технологии, позволяющие превращать миллионы тонн и миллиарды кубометров в киловатт-часы, Россия в выигрыше. Если производство энергетического машиностроительного оборудования будет требоваться не только для России, но и для других стран, Россия выигрывает дважды. На самом оборудовании и на том, что масштабирование производства неизбежно ведет к снижению себестоимости, что тоже ведь только на пользу для наших собственных потребностей. Это сколько там? 3,4? Есть и 5. Надежное обеспечение энергетикой любой страны, база для роста экономики и уровня жизни любого государства 21 века, за исключением Ватикана, удивительного государства, в котором при нулевой рождаемости численность населения веками не падает. Растет уровень жизни, растет платежеспособность, причем не только в энергетической отрасли, но и во всех остальных. Это даст Бог уже 6. Россия получит возможность выхода на рынки стран ШОС не только с энергетическим сырьем и технологиями, но и со многими другими промышленными товарами, с теми, в которых я ничего не понимаю, потому и углубляться не буду. Но есть и номер 7. Как говорят нумерологи, счастливое число. Россия – наследница, которая должна стать и продолжательницей невероятного наследия создателей не только плана ГЛРО, но и создателей Единой энергетической системы СССР и Объединенной энергосистемы МИР. Я убежден, что технология создания объединенных энергосистем не менее уникальный экспортный продукт, чем то, что предлагает наш Росатом. Правда, судя по всему, электротехническое оборудование с серьезным вариантом, если уже не перестало быть, то перестает быть прямо сейчас, как перспективное направление. Пока мы это оборудование увлеченно закупали у Сименса, АББ и прочих европейских умельцев, Китай, который клал с прибором на какие-то там авторские права и прочее патентное право, всю электротехнику научился производить сам. Масштабировал производство за счет своего огромного внутреннего рынка, а в настоящее время с чистой совестью строит заводы по республикам Средней Азии. Строил бы и по Центральной Азии, но в Афганистане сейчас, как бы это помягче выразится, некоторые организационные сложности. Так что тут, нравится нам это или нет, только конкуренция, причем с далеко не блистательной стартовой позиции. Железобетонное правило «расслабишься, изнасилуют, пленных не берет». Вот только тут есть еще один момент, сугубо субъективный. Есть у меня подозрение, что я просто не в силах оценить невероятную устойчивость России, которую моя формальная логика постичь, ну просто не может. С момента ввода в эксплуатацию на полную проектную мощность Усть-Средниканской ГЭС у нас в России нет ни одного строящегося проекта крупный ГЭС. Попытки Росгидро и Министерства энергетики достучаться до нашего уважаемого правительства о том, что правила, закона менять пора, результат не дают. Это факт, который секретным ни для кого не является. А гидростроители – это уникальные штучные специалисты, которые без работы по специальности могут превратиться в последних магикан, которым без новых проектов просто некому будет передать свой опыт. Персонально для меня, человек, который на свет появился в непосредственной близости от строившейся, в том числе и моими родителями, Красноярской ГЭС, эта ситуация, простите за откровенность, нож в сердце. Грустно, поскольку просвета, видно, просто не было. Да, идут разговоры о строительстве двух крупных ГЭС на притоках Амура. Проект проектируется, общественное слушание проводится, но как не было схемы финансирования будущего строительства, так и нет. Ну вот май этого года Московский институт «Гидропроект» из состава холдинга «Росгидро» уверенно получает заказ на разработку проектов сразу двух гидроаккумулирующих электростанций в Узбекистане. То, что у меня ладони на столе лежат, это оптическая иллюзия. На самом деле они в кулаки сжаты в надежде на то, что разработка проектов вырастет в контракты на строительство. Ну вот июнь этого года, и приехавший в Астану на саммит-шос президент Монголии приглашает Россию участвовать в проекте строительства ГЭС на реке Селинга. Кстати, этот проект интересен настолько, что мне кажется вполне достойным отдельного рассказа, но сегодня о другом. О том, что раз уж мы терпим у самих себя действующие законы об электроэнергетике, он же печально известный ФЗ-35, то сотрудничество в рамках ШОС становится шансом сохранить отрасль не только на уровне проектных институтов и строительство ГЭС малой до 50 МВт мощности. Сражение с наследством Чубайса в виде законодательства, фактически запрещающего строительство крупных ГЭС у нас в России, неизбежно. Но согласитесь, что вести их, имея тыловые укрепления на просторах Большой Евразии, куда как более комфортно. Повезет, добьемся возвращения в нашу отечественную энергетику здравого смысла, которая не просто подсказывает, а орет благим матом. Использовать гидропотенциал России только на 20%, при этом без устали выплетая кружева слов про низкоуглеродную энергетику с высоких трибун, это позор. Еще более удивительно то, что у нас стали накапливаться собственные достижения в одном из направлений энергетики – в ветровой. Европа на рубеже нулевых десятых была уверена, что конкурентов в этой отрасли у нее никогда не появится. Но Китай доказал, что это было глубоким заблуждением. Казалось бы, России тут точно ничего не светит, но в очередной раз сказалось, что казалось. Росатом, подписывая соглашение о создании совместного предприятия с датским производителем, сумел добиться таких условий, которые не позволили датчанам после февраля 1922 года исчезнуть бесследно. Технология ветротурбин мощностью 2,5 мегаватта передана полностью, но это только часть того, что сумел добиться Росатом за последние годы. Сколково организовала совместное производство в Ульяновской лопастей для турбин. Тоже с датской компанией, но с другой. И тут у датчане не улыбалась. Эти датчане ушли, ничего не оставив, кроме производственной недвижимости. Росатом, у которого в композитном дивизионе насчитывается уже более 30 предприятий, спокойно забрал эти остатки былой роскоши и намерен уже в следующем году наладить производство под собственной маркой. Гондола и Лопастей это уже немало, но в запасе у Атомной госкорпорации есть еще и совместное предприятие с Нурникелем «Полярный литий». Это совместное предприятие создано специально для разработки законсервированного такое вежливое слово, придумано специально для того, чтобы такие, как я, не называли вещи своими именами, брошенного месторождения Лопаритовых руд на Кольском полуострове. С учетом легкой истерии вокруг электроавтомобилей, слово «литий» в названии звучит особенно звонко, но есть нюанс. В той же пароде содержится неодим, который используется для производства постоянных магнитов. И как-то так случайно получилось, что и технология производства неодимовых магнитов у Росатома тоже в наличии. Как говорил ныне покойный бывший одессит, но у нас с собой было. Месторождение на Кольском полуострове, завод в Соликамской с технологией излечения из лопаритов всех химических элементов, Чепецкий завод, на котором уже создается производственная линия по производству магнитов из редких металлов, а там МАШ в Волгодонске, на котором создается все прочее оборудование гондол ветроэлектростанции, завод в Ульяновске с лопастями. Пока что все. И я очень надеюсь, что ключевое слово именно пока. Там же, в Волгодонске, освоено производство стальных башен ветровых энергоустановок. Росатому на сегодня не принадлежит ни одной акции завода «Ветрострой деталь». Вообще ни на что не намекаю. Просто вот такой факт имеет место быть. В последние годы увидеть вот такое динамичное создание новой производственной вертикали даже и не припомнить. И результаты уже появляются. Хотя и направление это для атомной корпорации совершенно новое. И в качестве конкурентов мощнейшая компания Китая. Да и европейцев со счетов сбрасывать не приходится. Тем не менее, первые зарубежные контракты по строительству ветровых электростанций за рубежом у Росатома уже появились. В Киргизии и в Мьянме. С учетом того, что генеральный директор корпорации Алексей Лихачев был одним из участников официального визита Владимира Путина во Вьетнам, можно, если не надеяться, то хотя бы подозревать. Впрочем, я ведь не политолог. Это они могли бы куда подробнее растолковать, как на нынешнем этапе выглядят отношения Вьетнама и Китая и экономическое с энергетическими нюансами из отсюда вытекающими. И нельзя обойти вниманием еще один небольшой эпизод относительно недавно заявленных вслух. В марте этого года на полях Атомэкспо в Росатомсервис, структурная единица в составе электроэнергетического дивизиона Росатома, подписал соглашение с Министерством энергетических Киргизии, по которому в этой республике предусматривается строительство малых ГЭС, общей мощностью ни много ни мало, до 400 мегаватт. По использованию своего гидропотенциала на целых 20% Россия, если и может перед кем-то гордиться, то как раз перед Киргизией. Здесь этот показатель с трудом дотягивает до 5%. Колоссальный запас энергии многочисленных горных рек Киргизии в советское время даже для крупных рек был задействован далеко не полностью. А уж ГЭС с малыми, мощностью до 50 мегаватт, но тут вовсе целина. Причем тут Росатом? Еще в советские времена венгерская компания ГАНС ЕМ, ГАНС Инжиниринг Энерджетикс Мэшенери, принимала участие в строительстве атомных электростанций в странах Совета экономической взаимопомощи, поскольку выпускала и выпускает весьма качественное насосное оборудование. Компания 150 лет утраду, начинала она некогда с колес для водяных мельниц. Вот и повелось, как говорится. Кризис 2007 года прошелся по ГАНС ЕМ бульдозером, и в 2008 году Росатом сделал предложение, от которого венгрии и не подумали отказываться. Одно из их изобретений – те самые контейнерные ГЭС. Один контейнер с гидроагрегатом в русло реки на дно, второй – с системой вывода мощности на бережок. Производство в России пока не переносили, не так много заказов. Зато они порой весьма интересные. Первым заказчиком, к примеру, была Грузия в 2016 году. Горных рек у нее немало, а отношения с Россией у нее после 2008 года были отвратительными. А вот контракт с настоящей европейской компанией – типичное, это другое. Первая малая ГЭС от Росатома в Киргизии должна быть введена в строй уже летом 2025 года на реке Чандалаш. Мощность – 24 мегаватта. Киргизия по территории, конечно, невелика, но горные села и строительство линий электропередач – это одни деньги, а строительство местной генерации – совсем другие. И сразу отвечу на вопрос, почему мы не видим вот таких проектов Росатома у нас дома. С атомщиками в этом направлении очень активно и удачно работает Росгидро, традиционно выступающая в качестве генерального подрядчика. Так или иначе, но можем констатировать, если в Киргизии с малыми ГЭС у Росатома все получится, то палитру его энергетических предложений в адрес потенциальных заказчиков можно уверенно считать тройной – атом, ветер и вода. Зная подход Росатома, сомневаться в том, что Киргизия будет первой, но не последней, не приходится. Принцип одного окна для совершенно разных электростанций – это по-нашему. Если без иронии, то Российская государственная атомная корпорация, подчеркиваю, не частная, а государственная, набирает универсальные навыки во всем, что касается нескольких видов безуглеродной генерации электроэнергии. С одной стороны, это следование мудным трендам, с другой – следование не пропагандистское, а технологичное. Если вы, господа в правительстве той или иной страны, намерены демонстрировать приверженность зеленой идеологии, любой каприз за ваши деньги. Цинично, но если это приносит пользу России, то почему бы и нет? Польза, как обычно, у Росатома двойная – не только прибыль в казну и дополнительные заказы для машиностроения и приборостроения, но и расширение зоны технологического влияния России. Как пример, все та же Киргизия. Пока идет неторопливое, тщательное взвешивание всех за и против строительства атомных электростанций в горной и сейсмоопасной местности, Росатом уже тут – с ветряными электростанциями, с малыми гидроэлектростанциями. Рано или поздно дойдет и до атомных проектов, а привычка сотрудничать именно с российской корпорацией будет уже выработана. Как бы лично я не относился к еще одному направлению современной энергетики, обойти стороной литий-ионные аккумуляторы и накопители ни в коем случае нельзя. С вашего позволения, я не буду касаться всего того, что может стать следствием столь желанного нашим Минпромторгам массового распространения электромобилей в нашей стране. Тема большая требует отдельного рассмотрения. И к ней, подозревая, еще не раз придется возвращаться. И даже о том, насколько электромобили полезны для окружающей среды, если изучать эту проблему не при помощи надувания розовых пузырей, а при помощи калькулятора, не сегодня. Так или иначе, но электромобили и прочие самокаты шагают по планете. Парк растет. Это просто факт. Лидером вполне ожидаемо стал Китай, сумевший сосредоточить в руках своих государственных компаний все, что касается производства редких и редкоземельных элементов. Статистика 2023 года. Доля китайских производителей в общем мировом объеме производства батарей для электромобилей. Компания CATL 36,8%, компания BUILD 15,8%, то есть на двоих 52,6%. Российских компаний среди топ-10 производителей литий-ионных батарей не наблюдается. Мы стартовали куда как позже и далеко не очевидно, что сумеем занять достойное место в среднесрочном перспективе. Однако то, что Россия начала развивать производство литий-ионных аккумуляторов или просто ЛИА, позже многих других стран, так или иначе, но действительно полезно. Мы уже можем видеть и оценивать ошибки первопроходцев, что атомная корпорация Росатом собственно и делает. Причем это опять Росатом. Можно дать вполне дипломатичный ответ. Так исторически сложилось. Изотоп лития-6 в соединении с дейтерием, дейтерит лития, своеобразная консерва при облучении быстрыми нейтронами, высвобождающая тритий, тем самым делая возможным термоядерный взрыв. Отдельная история, конечно, но сегодня только о том, что Министерство среднего машиностроения и Росатом, ставший его наследником и продолжателем, знают о свойствах лития способах его добычи, переработки руды, абсолютно все. Для ядерных оружейников задачка была посложнее, поскольку им был необходим именно изотоп литий-6, а для ЛИА вполне достаточно основного изотопа, лития-7. Что еще требуется для литий-ионных аккумуляторов? Никель и кобальт. Вот нам и состав акционеров компании «Полярный литий», «Росатом» и «Нордникель». Все совершенно логично. «Полярный литий» создан для возрождения добычи и переработки лапаритовых руд к Калмазерскому месторождению. Строительство горнообогатительного комбината уже начато. Производство должно стартовать в 2026 году. Лапаритовая руда – это не только литий. Он в этой руде находится в дружной компании с бериллием, «Ниобием» и «Танталом», потому переработка этой руды далеко не самая простая технология. Но она уже освоена на Соликамском магниевом заводе, который по неслучайному стечению обстоятельств принадлежит «Росатому», который, как известно, уже приступил к строительству сразу двух гигафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов в Холенинградской и в Московской областях. Итого, у нас на глазах «Росатом» в компании «Снордникелем» создает в режиме онлайн еще одну высокотехнологичную вертикально интегрированную компанию. К этой истории стоит вернуться, чтобы поговорить подробнее, а сегодня ищу об одном тихом событии, которое вполне себе тянет на настоящую сенсацию. В прошлом, в 2023 году, объем производства литий-ионных аккумуляторов в Китае достиг 371,2 гигаватт-часов, более чем серьезный объем, который будет только расти. При этом Китай прекрасно отдает себе отчет в том, насколько опасна для окружающей среды ЛИА, если после их эксплуатации их просто вышвыривать на свалки. Не способна природа перерабатывать эту химическую дрянь. При этом нельзя забывать о том, что литий, кобальт, да и никель с алюминием достаточно дороги, чтобы ими просто раскидываться. Китай к делу подходит с традиционной для него пролетарской простотой. В прошлом году в этой стране появился закон, требующий от производителя электромобилей и литий-ионных аккумуляторов отслеживать и перерабатывать эти батареи. По итогам прошлого года Китай создал предприятие, способное перерабатывать до 300 гигаватт-часов литий-ионных аккумуляторов. Внушает, как говорил незабвенный хрен. Но есть и нюансы. По имеющимся сведениям, пока китайским специалистам удается успешно извлекать только литий, а с никелем и кобальтом дела пока что на уровне удовлетворительны. Требуется дополнительное научное изыскание. У нас в России до столь сурового законодательства пока далеко. Законодательные над проблемой пока еще не сосредоточиваются. Скажем мягко, в России так забот хватает, а парк электромобилей на всю страну только в этом году преодолеет планку в целых 50 тысяч единиц. Тем удивительнее то, что Росатом проблему переработки ЛИА видел изначально, а нам, как мне кажется, остается только порадоваться тому, что атомная корпорация становится нашим монополистом. Нет, не потому, что Росатом мне лично симпатичен, а потому, что ЛИА прежде чем отправлять на переработку нужно разобрать и привести в состояние пригодное для переработки. И совершенно не случайно то, что посетители Атомэкспо этого года наблюдали на экспозиции Ренера, отраслевого интегратора этого бизнес-направления Росатома, унифицированную платформу для литий-ионных аккумуляторов. Для электромобилей разной грузоподъемности на ней осуществляется набор необходимого комплекта унифицированных литий-ионных аккумуляторов. Это оптимальный вариант для их дальнейшей переработки. Разумеется, лучше всех с переработкой будет справляться тот, кто литий-ионные аккумуляторы и производит. И Росатом вполне уверенно проектирует строительство завода по переработке ЛИА в Нижегородской области. Уверена, поскольку все научно-исследовательские и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проекта «Переработка отработанных литий-ионных аккумуляторов в рамках единого отраслевого тематического плана были поручены институту ГИРИДМЕТ колыбели отечественной атомной науки и ВНИИ ХТ, Всероссийскому НИИ химических технологий. В самом конце мая этого года специалисты этих институтов отчитались о результатах. Разработанный ими гидрометаллургический метод позволяет получить из отработанных литий-ионных аккумуляторов литий, никель и кобальт батарейной частоты 99,9%, то есть фактически безо всяких примесей. И это уже не теоретические выкладки, а многочисленные эксперименты на собранной лабораторной установке, состоящей из 88 ступеней экстракционного каскада. Все получаемые из ЛИА химические элементы соответствуют всем характеристикам ГОСТа. Проект находится в высокой степени готовности для масштабирования из лаборатории двухусловий на производство. Что это значит? Перспектива делать предложение потенциальным зарубежным заказчикам. Если вы выбираете наши литиевые батареи, то мы предлагаем организовать их переработку в вашей стране по нашим технологиям. Разумеется, это всего лишь мои личные домыслы, но основой для них является вполне реальный факт. На сегодняшний день ни один производитель электромобилей вот такого комплексного предложения сделать не способен. Машинки покупайте, цена и качество у нас отличные, а куда вы будете потом аккумуляторы скидывать, вы уж сами придумаете. Подозреваю, даже надеюсь, что сегодняшний рассказ про это новое направление деятельности Росатома последним не будет. А теперь вернемся к энергетическому сотрудничеству в рамках ШОС. Что именно Россия уже сегодня делает в странах, входящих в это объединение? Наискосок, бегом, сугубо ознакомительно, поскольку сегодняшняя передача вводная. Слева направо, сверху вниз, как в школе учили. Белоруссия. Газ и нефть в обоих случаях по 100%. Трубопроводы в полном порядке. Совсем недавно на полную мощность введена в эксплуатацию построенная Росатомом Белорусская АЭС. 100% морского экспорта Белоруссия обеспечивает Россия. Минск строит причалы в Ленинградской области и на севере. Запланированы проекты в Мурманске и в Архангельске. Проекты по расширению железнодорожных путей сообщения отсутствуют. Колья унифицированы. 15-20. 1520 см. Предложение Белоруссии о совместном расширении производства азотных удобрений в Гродно встречного предложения не получило. Расширяется сотрудничество по всему, что умеет БелАЗ. Не только номенклатура самосвалов, но и строительство станций техобслуживания на территории России. На предварительной стадии первые переговоры по второй атомной электростанции и по сотрудничеству в атомной неэнергетической отрасли. Ядерная медицина, аддитивные технологии и далее по списку. Белорусские заводы аттестованы Росатомом в качестве поставщиков оборудования для атомной отрасли. Белорусская строительная компания уже трудится на проектах Росатома в Бангладеш, в Египте и в Венгрии. Подготовка специалистов, расширяющееся научное сотрудничество и весьма вероятно заказ на исследовательский реактор со всеми сопутствующими. Наши энергетические системы синхронизированы и только что подписаны соглашения о создании единого энергоранга. Казахстан. Наши объединенные энергосистемы синхронизированы. Объединенные энергосистемы Казахстана имеют соединение с объединенными энергосистемами Урала и Сибири. Поставки нашей электроэнергии становятся все более заметными и постепенно приобретают постоянный, а не пиковый, характер. В республике нарастает энергодефицит. Средний возраст электростанций превышает 60 лет. Первый совместный проект – строительство нашей государственной компании «Интеррау» сразу трех новых угольных электростанций на территории Казахстана. До конца года ожидаем решения Министерства энергетики по окончательному варианту газификации северо-восточных областей Казахстана при участии «Газпрома». Теоретически возможный вариант с транзитными поставками в Китай. Уже осуществляется транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан и далее в Киргизию. Постепенно формируется график наращивания объемов. В совместности с «Лукоилом» добычной газовый проект на шельф Каспийского моря – целый ряд проектов по переработке с нашими компаниями. Россия транзитирует казахстанскую нефть в Германию, Казахстан транзитирует российскую нефть в Китай. Соотношение 1 к 10 в нашу пользу. Каспийский трубопроводный консорциум – основная экспортная артерия казахстанской нефти. Совместное предприятие – оператор проекта компания «Транснефть». По территории Казахстана проходит восточный маршрут транспортного коридора с северо-юг, но пока ни одного проекта расширения железнодорожных путей сообщения, что при единой корее 15-20 выглядит несколько странно. «Росатом» через совместное предприятие с «Казатомпромом» имеет доступ к 25% добываемой урановой руды. Ряд совместных проектов имеется с Ульбинским комбинатом. «Росатом» заявлен в качестве одного из четырех участников тендера на строительство атомной электростанции, но общенациональный референдум о допустимости атомной энергетики в Казахстане пока не проведен. Южная часть объединенной энергосистемы Казахстана входит в объединенную водно-энергетическую систему Центральной Азии. Связи с северной и западными частями объединенной энергосистемы явно недостаточно. Узбекистан. Общая сумма российских инвестиций в уже реализуемые проекты на территории республики превышает 20 миллиардов долларов. В разработке проекта – еще на 40 миллиардов долларов. Энергетические системы синхронизированы, энергодефицит в Узбекистане нарастает, поставки из России транзитом через объединенную энергосистему Казахстана с потерями выше нормативных. С октября прошлого года начаты поставки российского газа в объеме 2,8 миллиарда кубометров в год. Плановое расширение газотранспортной системы Узбекистана должны к 2030 году обеспечить увеличение объемов до 11 миллиардов кубометров в год. Через Узбекистан идут поставки газа в Киргизию. Объем до 1 миллиарда кубометров в год постепенно будет увеличиваться. Россия увеличила объемы поставок нефти в Узбекистан. Приблизительно настолько же, насколько Казахстан увеличивает поставки своей нефти в Германию. В мае этого года подписан обязывающий контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в составе 6 энергоблоков в Узбекистане. Росгидро разрабатывает проект строительства двух гидроаккумулирующих электростанций. Вопрос о строительстве атомной электростанции большой мощности с повестки не снимается. Реализуется проект зеленого коридора. Железнодорожные поставки плода овощной продукции из Узбекистана в Россию. Объемы поставок увеличиваются. Железнодорожная колея общая 15-20. Ташкент прилагает усилия для строительства железной дороги через Кабул в Пакистан. Участок от Термеза до Мазари-Шарифа построен и эксплуатируется. В Ташкенте работает единственный заграничный филиал МИФИ, где идет подготовка будущих специалистов атомной энергетики. Ну и Узбекистан – участник Объединенной водоэнергетической системы Центральной Азии, крупнейший поставщик электроэнергии в Афганистан. В Киргизии наши энергетические системы синхронизированы, железнодорожная колея единая, все поставки через Казахстан и через Узбекистан. Оператор газотранспортной и газораспределительной системы компания «Газпром Кыргызстан» поэтапно занимается газификацией. Компания «Газпром» разрабатывает проект строительства газовой электростанции для столицы республики. Росатом, как я говорил, уже строит малые гидроэлектростанции, идет подготовка к строительству ветроэлектростанции, трудится рабочая группа по строительству атомной станции с малой мощностью. На сегодня предварительно потребуется три двублочных атомных электростанции. Росатом уже приступил к работам по ликвидации ядерно-радиационных объектов, хвостохранилищ и заводов по обогащению руды. Как и Узбекистан, Киргизия восстанавливает ядерную медицину в сотрудничестве с Росатомом, также входит в состав объединенной водоэнергетической системы Центральной Азии. Не реализован проект САСА-1000 – поставки электроэнергии из Киргизии и Таджикистана через Афганистан в Пакистан. Требуется не только строительство линии электропередач, но и строительство либо тепловой, либо атомной генерации. Таджикистан. В мае этого года вернулся в состав объединенной водоэнергетической системы Центральной Азии, что может стать основой для разработки взаимовыгодных энергетических проектов. Пока здесь активно работает только Росатом – реализация проектов по ликвидации ядерного наследия. В прошлом году досрочно убраны остатки былой роскоши на месторождении Табашар. Продолжение уже продолжается. Железнодорожная колея унифицирована, энергосистемы синхронизированы. Иран. Второй номер в мировой табеле по запасам природного газа после России, отказывающийся от любых попыток заставить превратиться в нашего конкурента. Железнодорожная колея 14.30. Подписано соглашение о строительстве железной дороги на участке Решт-Астара. Реализация проекта позволит ввести в дело западный маршрут Международного транзитного коридора Северо-Юг. Работы не начаты. Подписано соглашение об организации железных дорог Ирана от границы с Туркменией до побережья Персидского залива. Работы не начаты. Подписано стратегическое меморандум о поставках российского газа на север Ирана. Содержание меморандума в открытых источниках не опубликовано, что порождает бесконечное количество всевозможных версий и даже сплетен. В Росатомом построена Бушевская атомная электростанция. Ведется строительство еще двух энергоблоков в ее составе. Найти информацию о ходе строительства практически невозможно. В 2021 году силовые машины начали строительство парогазовой электростанции Сирык в окрестностях порта Бендарабас. Информации о ходе строительства в открытых источниках отсутствуют. Предложение Тегерана об организации своповых поставок по схеме нефтепродукты на север Ирана в обмен на нефть в южных портах России проигнорировано за отсутствием резервов нефтеперерабатывающих мощностей, строительство которых в России запрещено нашим Министерством финансов. В прошлом году из Ирана импортировано около 500 тонн катализаторов для нефтепереработки. И Россия, и Иран заместили до 80% этой продукции, но номенклатура не совпадает. Нам обоим повезло. По окончании процедуры стандартизации зависимость от поставок из недружественных стран будет равна нулю и у нас, и в Иране. Эта же процедура стандартизации требуется и для энергетического машиностроения. Это позволит прибегать к помощи Ирана, которая способна проводить целую линейку газовых турбин большой мощности. В конце прошлого года проведены тестовые поставки электроэнергии по энергомосту Россия, Азербайджан, Иран. Комментариев от Министерства энергетики наших стран пока не было. Пакистан. Зависимость страны по первичным энергетическим ресурсам более 90%. Однако из-за нестабильности финансовой системы Пакистана совместные проекты с Россией практически не реализуются. Пилотные поставки российской нефти не привели к расширению. Проект строительства магистрального газопровода «Пакистанский поток» от южного побережья до северных промышленных центров сдвинут вправо. Атомные электростанции в Пакистане строят китайские корпорации. Индия. Построены два атомных энергоблока, строится еще четыре. Все в составе атомной электростанции Куданкулам. Идут переговоры об еще одной площадке для Росатома. По индийским меркам это еще шесть энергоблоков. С 2023 года Индия второй по объемам рынок сбыта российской нефти. Россия для Индии поставщик нефти номер один. Консорциум российских компаний принадлежит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Индии вместе с нефтеналивным портом и небольшой сетью АЗС, в которой на сегодня всего 8 тысяч заправок. «Газпром» осуществлял поставки СПГ по долгосрочному контракту 2 миллиона тонн в год. Но поставки шли через украденный немцами холдинг «Газпром Германия». Растут поставки коксующего Сауля. Индия прилагает максимум усилий для роста своей металлургической отрасли. Китай. Очевидно, что о сотрудничестве с ним можно рассказывать несколько часов без остановок, так что только штрихами. Крупнейший покупатель российской нефти и угля всех парок. Объем трубопроводных поставок российского газа к 2027 году должен вырасти до 48 миллиардов кубометров в год. Построены 4 энергоблока атомной электростанции Тяньвань и завод по обогащению урана как дополнение к ним. В настоящее время строятся еще 2 энергоблока на этой же АЭС и 2 в составе атомной электростанции Сюдайпу. Росатом оказывает шерстскую помощь в строительстве оптно-демонстрационного блока CFR-600, который будет обеспечен нашим МОКС-топливом. С 2004 года осуществляются поставки электроэнергии с традиционным объемом порядка 3 миллиардов киловатт-часов в год. Хотя рамочный договор между Россией и Китаем позволяет увеличить эти объемы ровно в 10 раз. Но для этого, как ни удивительно, требуется строительство новых электростанций, над чем Россия размышляет вот уже 20 лет тому как. В прошлом году и имеющийся объем поставок снижен на 30%. Неторопливость наших размышлений привела к тому, что уже и нашему Дальнему Востоку грозит энергодефицит. Продолжать, с вашего позволения, не буду. Подробный рассказ реально может стать бесконечным. На следующей передаче отложим разговор о проекте Большого Азиатского Энергокольца, который был предложен Владимиром Путиным еще в 2012 году. Тем более, что совсем недавно состоялся визит нашего президента в страну, которая потенциально может стать еще одним его участником. Я имею в виду, конечно же, Корейскую Народно-Демократическую Республику. Поскольку о том, какие преимущества дает создание крупной объединенной энергосистемы, я уже немного рассказывал, продолжение сегодняшнего разговора вполне логично.